Всем привет! Давайте немножко стряхнемся вначале. Кому нравится погода за окном, поднимите руки. А кому не нравится погода за окном, поднимите руки. Ну, отлично, столько это надо. Стряхнуть. Давайте я немножко представлюсь. Я директор по маркетинговой младшей школе Фоксер. Давайте так спрошу, у кого есть дети от 12 лет? А вы слышали что-нибудь про Фокса? Ну, нормально, есть 3 из 10. Не слышно, наверное. Еще страшного. А про металлогию кто-нибудь слышал? Вот, отлично. Вот, целевая металлогия, про металлогию. Замечательно. Ну, коротко расскажу о себе. Я компания, в которой работаю. Собственно, онлайн школа Фоксер это крупнейшая онлайн школа России. Мы ежегодно обучаем 15 тысяч детей. Готовим их к ЕГЭ, в ЭГЭ, возможно, экзаменам, олимпиадам и прочим, и прочим, и прочим. Собственно, ухожу там маркетингом. И в процессе своей работы столкнулся вот как раз неприятными ситуациями, когда команда резко выросла. Казалось бы, ситуация приятная, но всем этим хозяйством надо как-то управлять, и делать так, чтобы и у людей все было хорошо, и у нас все было хорошо. Ну и, собственно, вот мы поговорим о том, какие трудности мы преодолевали, и как вот это новомодное слово agile, гибкий подход, помогло нам в решении наших проблем. Скажите, а вот зачем мы сюда пришли сегодня? Вот какой результат вы хотите получить? Вот кто-нибудь, самый сменный. Интересно, как мы их проектировали? Как правильно применять? Нет, как вы применять? Как вы применять? Отлично. Наш опыт, да, я вот с удовольствием как раз хотел отметить то, что я поделюсь именно своим опытом, в первую очередь. То есть я здесь вообще не теоретик, я многих теоретических вещей, которые, например, в разработке могу даже не понимать, но нам это не надо. Я называю это применение agile-ов гуманитарием. Почему? Потому что у нас в маркете во многом гуманитарная наука, и проекты, которые ведете вы, да, социальные проекты, они у нас тоже, в первую очередь гуманитарные, но только во вторую очередь технические. И многие элементы, которые есть в agile, они применимы действительно вот в этих гуманитарных направлениях, действительно помогают по своему опыту вот этой трансформации, которую мы прошли за год, я это узнал. Ну, давайте тогда начинать. Как вообще вот было? Может быть, многие узнают себя, да? Вы даете задачу, там, сотруднику или своего коллеги, или члена своей команды. Вот здесь работа начала, все прекрасно. Вот здесь он такой, типа, все нормально, все нормально, все хорошо. Ну, отлично, работа идет, все прекрасно. Вот здесь человек уже начинает догадываться, что как бы вот зря он здесь думал, что все будет хорошо. Вот она работа. Вот зелененький квадратик, это вот самый пик продуктивности. Просто люди в этот момент, они боги, они делают все задачи буквально за 10 минут. Ну, вот и благо, да? Вот обычно работа строится как-то так. И ваш сотрудник или вы, вы выглядите как-то так в этот момент, вы едете на велосипеде, он горит, вы горите, все в аду. Вот, вот мое отношение к реализации проектов было примерно таким. Пробно до тех пор, пока я не пришла идея в голову, что надо что-то поменять. Вот проблемы, с которыми мы сталкивались, следующие. Да, вот сотрудники все время говорили, что да, да, все в порядке, работа идет, но а где результат-то? Ничего не происходит, да? Мы работаем каким-то маркетингом, канал, он ничего не дает, ничего не меняется. Собственно, у меня, да, как руководителя, почему-то уходило куча времени на то, чтобы задавать эти вопросы, вместо того, чтобы работать. Не знаю, кто-нибудь из вас сталкивался вот с такими проблемами? Или у всех все прекрасно? Нормальная ситуация. Это нормальная ситуация. Ну, отлично. А есть у кого-то, у кого есть сотрудники или коллеги, с кем вы делите рабочие обязанности, да, например, и вы не сталкивались с такими проблемами? Нет такого, да? Просто в следующей моей фразе было бы, ну, вы молодец, можете идти гулять, у вас все в порядке, да? Но, наверное, тихо такое редко происходит. И, собственно, еще у нас были те осложнения, о которых я уже сказал. Команды выросли вот реально с двух человек до уже почти десяти. Двумя людьми у проектов очень легко. Ты их друг, ты с ними взаимодействуешь все время, с десятью людьми это уже просто невозможно. Количество проектов, внутренний заказчик, у нас выросло с одного до пяти. Если год назад мы делали только курсы на 10 тысяч школьников, то у нас еще репетиторы появились еще на 10 тысяч школьников. Детские лагеря и прочее, прочее. Учный заказчик встал. Пять. Каждому что-то надо. Каждый считает, что он самый главный. И ты, как дорогой исполнитель маркетинга, должен пойти и сделать все именно для него. И опять же, всем этим надо управлять и грамотно матчить до ресурса, которые у тебя есть, с нуждами, которые предъявляют тебе заказчики. В последствии было просто невозможно контролировать каждого сотрудника и каждого заказчика. Что пробовали? Я пробовал вот прямо садиться рядом, как на картинке, глубоко погружаться во все задачи человека. Дорогой друг, докажи, пожалуйста, что ты сделал сегодня. Почему ты делаешь это именно таким образом? Ты уверен, что ты все делаешь правильно, может быть, что-то по-другому? И так с каждым 10 раз. Как догадываетесь, время на это уходило дофига. И задачи раздавать в режиме тет-а-тет, главное, принимать от заказчика задачи в режиме тет-а-тет, было крайне трудозатратно. Ну, как следствие, меня бросило в другую сторону. А давайте теперь поиграем в свободу. Ребята, вы владельцы каждого своего направления, делайте, что хотите. Все. У вас есть заказчики, вам приходят как-то задачи, я пересылаю вам письмо, вы их делаете. Ну, все же родственные люди, да, мы же не подростки работаем, сотрудники, платят зарплату, значит, сами догадаются, что нужно делать и как это происходит. Возникла, соответственно, совершенно другая проблема. Никто ни хрена не делал. В общем-то, вполне себе нормальная такая жизненная ситуация. Ну, и в этот момент, соответственно, посмотрим в сторону разработки, у которой почему-то и сотрудников много, и заказчиков там гораздо больше, чем у нас. И как-то они с задачами справляются. Как-то они пытаются делать, пускай и небольшие изменения на сайте, пускай и небольшие изменения в продукте, которые действительно появляются, и которые действительно начинают приносить какой-то результат. Собственно, вопрос «почему?», а если я какое-то слово «иджайл», мы пойдемте гуглить, вот год гуглил, начал применять. Самый простой способ начать что-то применять – взять классный инструмент. Вот для меня, по крайней мере. Классным инструментом, на мой взгляд, является Trello и Trello.com, причем начал я его использовать как личную записную книжку для своих собственных задач. Мне понравилось, у меня прижилось. Показал там команде, или даже кто-то из команды показал это мне скорее, и начали использовать, все пошло. В конце расскажу, почему хорошие инструменты, что в нем вообще есть. А потом уже переехали к джиру, это уже инструмент, который уже разработчики непосредственно используют для ведения задач. Он чуть более полнофункциональный, он чуть более близок, естественно, к скраму, и основан на скраме. Одна из методологий гиптерового подхода. Ну и пошло-поехало. Это мой путь. Да, я в конце скажу, какие еще возможны варианты. Картинка для привлечения внимания, да, и джиру, собственно, одно из модных слов, без которого не обойтись. А что это такое? Кто вообще? Кто как понимает, что это такое? Какие есть варианты? Ну, это джиру. Я даже не буду спрашивать, что такое дип машин лёг. Просто джиру. Слово гибкий, да, в переводе на русский. Вот что такое? Что за гибкий? Гибкий кто? А в чём она заключается? Там есть аспект, то есть основа базы, унифестов, на основе которых мы формируемесь подход, в данном случае это из разработки пришло. Так и есть, да, всё правильно говорится, действительно пришло из разработки. То есть с чем сталкиваются разработчики? Они сталкиваются с тем, что пока они пилят какую-то программную фигню, она уже устарела. Вот они год её делают. Вот сбербабок, представьте, да, им нужно запилить сбербабок онлайн, так, чтобы миллионы бабушек поняли, как будет им пользоваться. И, естественно, за год, пока они это пилят, всё устаревает. И, как следствие, собралась группа разработчиков, и они поняли, что тот каскадный путь постепенного выполнения каких-то небольших функций и релиз одного большого продукта не подходит сегодня, когда нужно уметь делать что-то быстро и большими порциями, и чтобы это сразу начинало приносить результат. Потому что если Сбербанк решит разом всё переделать, так, как этого хочет господин Греха, то скажет, ну, что у вас зелёный, недостаточно зелёный, давайте мы тут всё переделаем. Вот разработчиков в России просто не хватит, чтобы они всё переделали просто-напросто. Они собрались и сформулировали такие сложные слова, манифест, философия. Я до сих пор не понимаю, что это на самом деле значит. Для меня это, что ли, какие-то инсайды, такие мысли в голове, которые позволяют тебе перестроить своё собственное отношение к работе и к тому, как ты подходишь к организации труда в своей команде. Вот давайте это назвать именно таким подходом, что ли, вот мыслями, которые направляют тебя в нужную сторону. И вот у Эджайла, да, у него есть несколько разновидностей. Вот, лично я сделал презентацию белая на белом фоне. Ну, ничего страшного. Есть две методологии, да, там, скран, канвана, одни из самых популярных в России. Опять же, мы не будем сейчас на них прям подробно останавливаться. Заходим в интернет, если хотим почитать, что это такое, читаем, ничего не понимаем, забиваем. Я расскажу про те элементы из этих методологий, которые мы действительно внедрили и которые действительно на практике начинают приносить пункт. Если в двух словах, то скрам, он чуть более директивен. Там есть такая, на мой взгляд, классная штука, как итерационный подход. Чего нет, например, в Канбане, который вообще пришёл из японской промышленной революции и прочее, прочее. Вы почитайте, кстати, на той же методологии, буквально недавно вышла статья на днях. Там подробно написано, чем именно они отличаются. Нам это не важно. Мы используем элементы и оттуда, и оттуда, и всё это сдабливаем в целом нашему отношению к происходящему, называя это всё слово, гибкий подход. Как мы это сформулировали у себя, как я это даже скорее у себя сформулирую. В чём суть и что из этого можно применять вот прямо на практике. Вы сейчас послушаете, в принципе, можно идти смотреть свой проект и уже начинать это применять. Первое, это делите все свои большие задачи на более мелкие. Я это упаковывал в красивое слово декомпозируйте, у меня же маркетолог, красиво подавали. Второе, работайте только над важными задачами. Третье, капитализируйте результат. Что это всё значит? Давайте подробно обсуждать. Коллеги, ещё по формату. Если у вас возникают вопросы, задавайте сразу, на самом деле, у вас такое камерное мероприятие, и можем сразу начинать что-то обсуждать. Если что-то непонятное, не ждите, рука вот так вверх, начинаем обсуждение. Договорились? Всё, спасибо большое. Декомпозируйте большие задачи. То есть, берём одну длинную-длинную большую задачу, делим её на какие-то небольшие куски. Зачем? Чтобы сразу начинать получать результат. Например, давайте вот введу примерный знак. Некий социальный проект, например, запускает краудфаундиковый сбор где-нибудь на кикстартере. Ну, или в России на бумстартере. Чтобы это сделать, нужно очень-очень-очень много всего проделать. Например, подготовить пресс-релизы. Например, сделать список снов. Например, подготовить описание самого проекта. Сделать видео. Если ставить одну большую задачу своему коллегу или своей команде в год к первому сентября, например, через месяц, мы должны быть на бумстартере. Что именно они должны делать в этот момент непонятно? Они будут действовать, как я вам показывал на графике. Красное, ничего не происходит, типа, все такие просыпаются, там, 25-го августа в лучшем случае, блин, надо же было что-то фигачить. И без постоянных пинков с вашей стороны, типа, а что ты сделал? А сегодня ты что сделал? А расскажи мне, что-то сделал, ничего не будет получаться. А когда это удаленная команда, то это вдвойне осложнение. Вы сотрудника пинаете, а он вас замьютил там где-нибудь в скайпе, и все, хоть это пинаете, и ничего вы ему не сделаете. Как следствие, делите вот даже такие большие задачи на более мелкие. Собрать список пресс-релиза, окей, его можно собирать целый месяц. Договоритесь, что через неделю на выходе у вас уже должно быть 100, например, СМИ, в которые вы сможете отправить свой пресс-релиз. Используйте именно короткие спринты. Как правило, разработки сейчас стандартов стало двухнедельное. Спринтование, а спринт это тот отрезок времени, в течение которого вы и делаете все эти задачи. Вы планируете именно на этот отрезок времени, вы раздаете людям задачи, команде именно на это время. И в это время вы больше ни на что не отвлекаетесь. Делаете только свою работу. Как правило, двухнедельный. Мы, например, используем недельный. Почему? Потому что в гуманитарных науках, на мой взгляд, так удобно. И большинство задач можно разбить на небольшие недельные отрезки. Вот пример из маркетинга. Мы запускаем новую акцию. Для этого нужно очень много всего сделать правила, написать, согласовать их с юристами, сделать лендинг, написать тексты. Это все растягивается на месяц. Но через неделю мы уже знаем точно, что мы можем подготовить техническое задание дизайнеру, например, и написать первый копирайтер. И вот сотруднику я говорю, друг, у тебя на неделю именно эта задача. И через неделю у меня нужно будет это техническое задание и копирайтер для этой странички. И если его нет, то мой дорогой друг хреновый работал. А я, соответственно, вам можно неправильно поставил ему задачу. Так что, если мы пересматриваем что-то в наших отношениях и пробуем посмотреть, где он потратил и туда время и что можно изменить. Именно в этом суть такого итерационного подхода. Потому что мы хотим за короткие периоды, даже за неделю добиваться конкретного результата, который мы сможем использовать. Даже если через неделю мы вообще закроем проект и скажем, акция нам больше не нужна. ТЗ у нас останется. И как только кому-то придет в голову повторить эту акцию, мы все равно сможем ее использовать в будущем. Не все задачи стоит дробить на спринты. Бывают некоторые длящиеся задачи, которые можно завести на регулярку. Вот они существуют и все с ними хорошо. Почему? Потому что заведение задач в систему тоже требует времени. И не всегда это время есть. Например, мы регулярно продвигаем наш сайт таргетированный рекламе в социальных сетях. Смысл нам каждый раз создавать новую задачу. Еще и на каждую социальную сеть отдельно их очень много. И это будет все просто очень подаемко. Типа час времени надо будет потратить. Я руководствуюсь простым правилом, что если заведение задач занимает больше времени, чем выполнение задачи, пожалуй, не стоит заводить такую задачу. Здесь просто нужно разделить операционную деятельность и проектную деятельность. То есть два понятия что такое операционная деятельность, когда-то регулярно повторяющиеся задачи, которые могут быть описаны регламенными, рекламенными. И те задачи, которые у вас возникают нового. Они были новые все время. Хотя реклама она вроде бы всегда реклама набор действий, но все равно это все-таки... Я полностью согласен с этим тезисом и часть операционки, которая мне даже неинтересна, типа подготовка контакта для соцсетей, она в принципе вынесена куда-то за скобки, она есть и есть. Я знаю, что она занимает 5 часов времени, просто у моего сотрудника меньше на 5 часов времени. Но есть операционные задачи, которые мне интересно связи с моим третьим пунктом капитализация знает. Мне интересно, что именно сотрудник делает еженедельно, какой результат он получает еженедельно. И как следствие, я хочу все время понимать, что именно он делает. А какая-то текучка мне действительно неинтересна. Не важно, какие картинки он там ищет и как он отрастает фотошоп в эфире с ним. Полностью доверяет здесь вообще. Что еще есть полезное? Еще полезно и важно из гибкого подхода перенять себе статусы задач. В agile есть такая штука, как доска, на которой представлены все задачи сотрудника, проекта, подразделения, чего угодно. И в рамках этой доски, а как правило на самом деле физической, там просто прилепленные листочки, эти задачи перемещаются по статусу. Вот самая универсальная система статусов, это когда задача находится в дуду, то, что нужно сделать, перемещается в им прогресс, то, что сотрудник сейчас делает, перемещается в дан, то, что он сделал, и в плос, то, что мы еще и обсудили, или все уверены, что все он правильно сделал, и она просто закрывается, эта задача. Очень удобная система. Почему? Вот я болел, мы перенесли, собственно, витапы за это, и вообще не мог увлекаться в работу, но при этом я регулярно получал уведомления о том, что мой сотрудник начал делать задачу, закончил делать задачу, информацию о том, что же он в рамках этой задачи сделал. Тем самым, даже болея, с трудом поднимая телефон, я такой, все в порядке, умирать можно спокойно, ребята работают, все будет хорошо. Очень полезная штука, и в Jira автоматически приходят уведомления, в трену не помню, могут они приходить или нет, это можно просто посмотреть и изучить. Если у вас проект, в котором могут быть свои специфичные статусы, как правило, в разработке есть еще и там тестирование, после непосредственной разработки, то вы просто адаптируете вот эту систему статусов непосредственно под свой проект. И в итоге у вас вот такой твит-лист, нафиг зачеркнут, все идеально, вообще красота. На самом деле нет, не так, и далеко не всегда все задачи прямо из-туду перемещаются в клоуст, но это то, к чему действительно нужно стремиться. Если это не всегда получается, вы плохо планируете и время там человека, время команды, и пока еще не имеете оценивать правильные задачи по времени в том числе. Это самое сложное на самом деле из всех элементов научиться их оценивать. Я не знаю, как это правильно оценивать, только с опытом это приходит на самом деле. Дальше чуть подробнее об этом поговорим. Еще есть такой элемент из гибкого подхода это ежедневный прямо стендап. То есть помимо еженедельного планирования, в следующем слайде подробнее поговорим о планировании, есть такая штука как стендап, когда вы каждый день встаете и каждый сотрудник несколько минут рассказывает о том, что он сделал вчера и что он может с какими трудностями столкнулся и что он будет делать сегодня. Штука прикольная, но мы вообще не используем. Почему? У нас 10 человек, если каждому дать высказаться, даже вкратце, у каждого идет минут 5 на то, что он делает. Это уже час в день, 20 часов в месяц, соответственно, и сколько получается? 240 часов в год. Мне дорого, учитывая, что им же заплату нужно платить, ну и в принципе зачем отнимать время на то, что в принципе я и так и понимаю, исходя из перемещения статусов по доске. Но, есть настолько важный проект, где необходимо максимальное погружение происходящее, в том числе с еженедельной вот такой дучкой, где каждый прям рассказывает, что же он такое сделал. Зачем? Вы не будете ждать неделю, вы сразу получите обратную связь о том, что где-то случился прокат. И у вас будет время быстро среагировать на это. Но в нашем опыте мы это не используем просто потому, что я экономлю время. Есть ли здесь какие-то вопросы? Второй вопрос. Работайте только над важными задачами. Я такой встаю, тут капитан очевидность. Вы все, наверное, сидите, всегда делаете неважное. Я пришел, сказал, работаю над важными. Все такие, блин, это гениально. Мы не зря сюда пришли. Понятно, что это звучит по капитански. Но далеко не всегда на самом деле все этому правилу следуют. Элементы, опять же, скрама и принципы гибкого подхода позволяют чуть более структурно и системно подходить к оценке задач и к расстановке своих приоритетов по задачам. Интересно, долгодочка, может, или нет? Я даже не помню. Здесь должно быть. Смотрите, в рамках гибкого подхода есть такая штука под названием «бэкло». Вот она здесь представлена. То есть, когда вы планируете загрузку своей команды на ближайшую неделю, вы раздавали им задачи, они их делают. Но в течение недели к вам со всех сторон будут приходить заказчики. У вас в голове будут появляться какие-то гениальные мысли, что, блин, это же надо сделать, это же так классно. И будет все время соблазн написать сотруднику, коллеге, члену команды и сказать, друг, давай вот это сейчас быстро заберем, быстро что-то сделаем. В этот момент останавливаете себя, бьете по рукам, а задачу заносите в бэклоу. Это так называемое еще кладбище задачи, оно так называется, потому что многие из этих задач никогда не будут сделаны, и это хорошо. Почему? Потому что за неделю задача успевает повариться, эмоции успевают остыть и она уже не кажется настолько важной. А если она действительно настолько важна, то по окончанию текущего спринта вы планируете новый и, соответственно, видите эту задачу и понимаете, что да, она важна в том числе в сравнении со всеми остальными задачами, которые есть у вас в бэклоу. Кроме того, как только вам эта задача поступает в течение недели, ваша задача как некого такого оператора, что ли я назову, вот этого инструмента до оператора гибкого подхода оценить задачу как минимум по двум параметрам. Первое, сколько она вам стоит. Для меня стоимость заключается в часах работы сотрудников. То есть какая-то задача мне стоит час, а какая-то задача может мне стоить 20 часов. Это уже будет совершенно разное отношение мое, в том числе к этой задаче, и совершенно разную отдачу я буду ожидать от этих задач. А что-то, кстати говоря, не так с презентацией. Ну, потому что ничего нет. И дальше. Деньги появятся, это, конечно, хорошо. А, и поэтому их не видно, да? Жалко. Ну, я на самом деле помню что-то. Помимо того, что нужно оценивать задачу в часах, нужно научиться ее оценивать в том числе и в том результате, который вы получаете. Вот тут к чему была иллюстрация. Для меня результат, для маркетинга, это всегда деньги либо что-то близкое к деньгам, количество новых пользователей, уровень конверсии на сайте. В рамках каких-то социальных проектов, в рамках краудфандинга того же, в бунстарте, результатом все равно будут деньги либо четкое понимание того, как вы придете к этим новым фондам, к новым участникам вашего проекта, к новым сторонникам вашего проекта. Поэтому важный тезис, который вы видите здесь на слайде, научитесь оценивать результат. Не видите, конечно, к сожалению, на световом фоне буду иметь в виду больше не делать презентацию. Для меня, я, соответственно, описываю всегда, точнее, стараюсь все равно описывать получение результатов, даже когда я не могу его четко выразить в деньгах, описываю, что прям верстка писем с рекомендациями в рамках нашей системы email. Слушайте, можно быстренько попробуем, просто чтобы вам комфортнее было? Давайте, да. это новое время презентации, это просто белый фон. Собственно, все, что я и говорил, прикладание задачи в бэклог, оцените ее и научитесь определять результат от задачи. Всегда к каждой задаче относитесь с максимальным, скажем, рвением ее оценки. То есть не надо вот, пришла она вам в голову, значит, она самая лучшая, значит, берем ее в первую очередь. Нет, отнесите ее в результат в сравнении со всеми остальными задачами. Опять же, возвращаясь к своему примеру, да, верстами письма с рекомендацией, там, у вас в проекте, если есть email marketing, да, вывезли, хотите, или хотите, запустите email marketing, оцените, отдаст он вам что-нибудь. Если у вас в базе всего лишь 100 человек, и вы отправите им письмо, вы ничего от них не получите. А если у вас скопилась база сторонников проекта 20 тысяч, конечно, идите, делайте это. Потому что отправив 20 тысяч письм, вы получите с них хотя бы 10% конверсии, и это уже будет большой результат. Отнесите это с теми задачами, которые у вас лежат вот здесь на кладбище, ожидая своей участи, и решите, что из этого действительно важно в ближайшую неделю. Это принципиальный момент. Все, планирование осуществляется именно в рамках недельного спринтова. Все, никогда не удастся уйти от какого-то интуитивного планирования. Всегда будут задачи, которые, на ваш взгляд, стратегически важны, или на взгляд команды стратегически важны. Про них нужно забывать, потому что этот подход, он все-таки ориентирован на достижение быстрого тактического результата. Вот опять же, возвращаясь к корням гибкого подхода, как я говорил, что просто недостаточно ресурсов в разработке, чтобы претворить в жизнь все идеи, которые сейчас живут в головах у людей. И ровно из-за этого необходимо уметь быстро делать какие-то программные продукты, которые начинают приносить уже сейчас деньги уже сейчас начинают приносить результат. Но при этом это не значит, что это лучшая долгосрочная стратегия. Вовсе не так. Это лучшая краткосрочная стратегия. Но в долгосрочной перспективе вы можете повредить каким-то грандиозным идеям, на которые нужно выделять отдельный стек задач, стратегического развития и направлять туда ресурс в том числе не забывая. Поэтому старайтесь всегда выдерживать баланс между тактически эффективными сегодня действиями и стратегически верными на будущее вашего проекта в том виде, в котором вы его собственно и видите. И капитализируйте результат. Здесь скорее даже не про подход, а про инструментарий про Трелло, про Джиру, про те функции и фишечки, которые просто облегчат вашу работу с людьми в рамках команды. Во-первых, как уже сказал, планируйте все спринты, без этого никак. То есть гибкий подход он основан в первую очередь на планировании, на распределении задач на ближайшую, например, неделю. И обязательно подводите итоги. В момент, когда вы начинаете подводить итоги, у вас внутри команды образуется некое знание. Это знание уже будет не знанием отдельного человека, а именно знанием команды. Команда вся понимает, что же произошло за предыдущую неделю и старайтесь отвечать на эти вопросы. на вопрос, а какой результат вы получили за прошедший спринт, за прошедшую неделю? А что мы можем сделать, чтобы получить лучший результат? Выходим на Boomstarter, собрали 100 СМИ за неделю. Окей, а можем ли что-то сделать, чтобы собрать 130? И тут кто-то из вашей команды скажет, да, мы можем, я, например, нашел уже готовый список из 50. Оп, и это будет хорошо. Нет, ну, на ней и сюда. И важно обсуждать ошибки. Какие ошибки мы допустили и что нужно сделать, чтобы их избежать на будущее? Например, мы не продумали такую-то штуку. Вот давайте мы всей командой это зафиксируем у себя в сознании и в следующий раз мы подобную ошибку не допустим. Кроме того, в рамках инструмента можно размечать тегами все задачи. Зачем это нужно? Очень просто, чтобы быстро ориентироваться. Я ей сказал, у нас много заказчиков, и мы примечаем, что это у нас курсы, это у нас репетиторы, а задач там очень много. Мы в неделю делаем где-то по 60 тасков, и в выпадом у нас уже их там лежат сотни. Но мы можем вернуться назад и посмотреть, что, ребят, смотрите, вот для курсов мы сделали такой объем задач, а для репетиторов такой объем. у меня тут цель утилитарная. Ко мне приходит заказчик и говорит, вы нихрена не делаете? Я говорю, нет, смотри, вот мы все для вас делаем. Не забывай про это, пожалуйста, никогда. В вашем случае это может быть удобно, чтобы смотреть, разбивать, например, тегами направление работы. Подготовка пресс-релизов в одном направлении, там, работа с контентом для выхода на краудфандинг, другое. Все, что угодно, все, как в вашей душе будет угодно, теги это позволяет делать очень удобно. И вот этот, на самом деле, тезис, он идет вразрез с гибким подходом, так как один из пунктов манифеста заключается в том, что работоспособный продукт, он важнее, чем его документация. Опять же, это особенность продукта, потому что ресурс разработчиков тратит на описание того, как эта программа работает, это неправильно, они стоят бешеных денег, эти разработчики, и пускай они код сидят и пишут. Пока они его напишут, пока они сделают его описание, код опять же устареет, они его опять перепишут. И там, в рамках этого подхода, примется система, когда код должен быть настолько понятен, чтобы его даже описывать нигде в документации не надо было. Но мы с вами гуманитарии, и я рассказываю про гуманитарный подход к этому всему делу. И, как следствие, нам важно фиксировать все важное, что происходит в ходе выполнения задачи. Зачем? Затем, чтобы вот это знание, которое образовалось в процессе обсуждения ошибок, оно зафиксировалось. Оно останется знанием команды, оно останется знанием компании, оно останется знанием проекта вашего. И, не знаю, члены команды может уже давно уволиться, а знание останется именно у вас. То есть в маркетинге каждый может сейчас пойти, не знаю, пройти курс металлогии, и все, я дипломированный маркетолог, я молодец. Ну, нифига подобное. Маркетологом знаешь только тогда, когда ты набьешь здесь только шишек, чтобы сказать, что я знаю, как работать вот с этой аудиторией, я знаю, как работать вот с этим инструментом, и благодаря тому, что все в рамках инструмента Jira или Trello можно фиксировать, мы получаем, что из его знаний, из его головы это становится общим знанием. Можно вопрос? Да, конечно. А где именно фиксировать и как вы это делаете? В Jira мы это все фиксируем просто в комментариях. И затем, когда мы смотрим ретроспективно на те или иные таски, то есть мы, например, настройка контекстной рекламы, например, вы помните, что мы сделали то-то, то-то тезисно. Или вот нашли нового партнера, описываем, что же это за партнер. И тут важный момент, да, сейчас я к вам вернусь, что важно даже не описывать, что именно было сделано, важно писать, почему это было сделано. Потому что ответ на вопрос, почему он сразу даст кучу информации новому человеку вообще в это не погруженному. Почему мы начали работать с этим партнером? Потому что новому человеку может показать, что это очень прелесть. Мы начали работать с такой непонятной организацией. Важный ответ, почему. Почему мы начали продвигать именно эти программы? В идеале это должно быть тезисно описано, ответом на один вопрос, почему мы сделали именно это и именно так. Да? А в Trello есть какой-то аналог бэклога? В Trello нет аналога бэклога, но я расскажу, как вы с этим работали. Еще вопрос. Задачи, они там, живе на метлоганском бананоматике, то есть, типа диаграммы Ганта? Да, он может сам даже рисовать диаграмму Ганта, если вы оцените все задачи по времени, проставите не все дедлайны, он может прямо нарисовать вам диаграмму Ганта. Но суть гибкого подхода на самом деле заключается как раз в том, чтобы уйти нафиг от диаграммы Ганта и делать все в понедельник. Но оценку, да, можно. И можно как бы в процессе перестройки очень важно тоже не отходить от каких-то привычных вот как раз каскадных инструментов, к которым Ганта относится. И да, там есть такой функционал. Давайте, собственно говоря, поговорим в нескольких словах, как начать использовать гибкий подход уже сегодня. Во-первых, а третий вопрос, вам точно надо? То есть, если вы с такими проблемами не сталкивались, если у вас там небольшая команда и у вас и так все хорошо, так и расслабьтесь. Не надо в это все вести. Джайл – это просто красивое слово, за которым стоит полезный инструмент, и мы только в тот момент, когда они действительно нужны. Если ответили, что да, прям надо, есть проблемы с командой, и нужно идти улучшать взаимодействие, то, опять же, суть в том, что нужно работать с командой. Поговорите с ней. А какие проблемы есть у команды? Вот одна, на мой взгляд, из самых частых встречающихся проблем команды, это когда руководитель проекта или руководитель руководителя приходит и вечно задалбывает своими тупыми задачами. Ты сидишь, работаешь, у тебя все хорошо, он приходит, кидает тебе что-то новое. Потом приходит, говорит, а что ты это не сделаешь, теперь ты это сделать. И так происходит все время, такое бывает. Доборитесь с командой, выясните, какие у них есть проблемы. Если вот то, что я сейчас сказал, похоже на ваших сотрудников, у них действительно есть такие проблемы, попробуйте этот подход. Попробуйте ограничивать себя, не выдавать новые задачи, действовать в рамках недельного спринтового планирования, и им станет легче, и вам станет легче. Ну, не начните с простых инструментов. На мой взгляд, проще трейла нет вообще ничего. Даже заметки в макбуке и то посложнее, чем трейд. Вот сейчас расскажу на примере одного из дешбордов, который есть у нашей, так сказать, оперативной разработки, которые должны очень быстро все уметь делать, и вот прям за супер сжатый срок получать результат, как можно, собственно, аналог бэклоба сделать. Регистрируйтесь в стрейла, у вас сразу появляется такая доска, на которой вы можете вешать карточки, разбитые по столбцам. Что мы делаем? Мы берем первый столбец, всегда засовываем open ideas. Это вот, собственно, аналог бэклоба. Закидывайте сюда все, что вашей душой угодно. Любые сумасшедшие и несумасшедшие идеи. Кто знает, может быть, она окажется супервыигрышной, на нее посмотрели вся команда и скажут, блин, это нужно делать. Это обязательно нужно делать. Пускай они здесь живут неопределенно долгий срок, они у вас всегда здесь будут. В дуду относится то, что вот отсюда, вы посмотрели на это, оно у вас пожило какое-то время переварилось в сознании и оно попадает в дуду, в то, что нужно делать. Дальше уже начинаются вариации. Так как разработка оперативная и все должны понимать на ближайшую неделю, так как разработка точнее действует здесь недельно без парентами, мы сразу закладываем два парента. Next это то, что будет через неделю, Vis то, что будет на следующей неделе. Соответственно, импроверс то, что сейчас в работе находится, данный скрин, то, что сейчас сделано, по итогу мы все собираемся и обсуждаем, а что же там вы творили, как это все было сделано, какого качества, и closed это, соответственно, то, что в итоге из open ideas попадает в closed и живет там максимально долго, позволяет вам оттуда вытаскивать потом какую-то информацию о том, что было сделано, а главное, как я сказал, почему что-то было сделано. В рамках трейла есть много полезного функционала, я надмечал красненьким, во-первых, изображение, можно добавить, это реально очень удобно, как в действии, мы там на доске что-то нарисовали, сфотографировали, все, макет готов, не надо там идти к дизайнеру, что-то заказывать, это очень быстро и удобно. Есть, естественно, комментарии, чего нет, нет оценки в часах, видите, нам приходится писать, к какому проекту относятся задачи, типа, teach us, учись здесь и проект, и сколько времени она занимает. Косты, косты, но, те самые теги, как вам удобно, все здесь есть. В рамке самих тасков список ту-ту, из того, что нужно сделать, исполнители, можно всех призывать, можно добавлять в Google Диск, очень-очень большой функционал, который, если вы до этого пользовались, ну, не знаю, электронной почтой, на самом же, самым популярным таск-менеджером, как правило, в российских компаниях, в российских проектах, попробуйте здесь поработать, вы нажимаете на все кнопочки, это лучший способ что-то понять. И главное, что, наверное, хочется сказать вот после рассказа о Трейл, о том, что Трейл – это еще не джар. Трейл – это, конечно, классный инструмент, но это, в первую очередь, инструмент. Собственно, из пунктов манифеста гласить, что люди, как раз, и команда, они гораздо важнее, чем какие-то бизнес-процессы. Поэтому вам нужно, в первую очередь, выстроить команду, изменить свое сознание к тому, что нужно попробовать по-другому поработать, попробовать поделить все задачи, попробовать посмотреть на все задачи, не полениться, оценить их. Попробовать, наконец, фиксировать, как задачи переходят из одного статуса в другую. Когда она становится не пропасть, а когда она реально уходит в да, а не просто ты прокрастинируешь все время, а потом перед дедлайном о, пик продуктивности, так же замечательно сложилось. и, собственно, все. Надеюсь, я кого-то замотивировал сегодня попробовать пойти посмотреть на Трелло и чуть подробнее изучить вообще вопрос, что же такое agile. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ